Давайте рассмотрим простейший электрический диполь, система зарядов плюс и минус Задача решается точно Как в приближении к дипольным, то есть тогда, когда расстояние до системы больше плеча диполя Так и вблизи диполя, в так называемой ближней зоне Если такая система связанных зарядов вращается, то согласно современной электродинамике она должна излучать Дипольное излучение ротатора Как решается эта задача? Путем решения неоднородных волновых уравнений Еще раз Можно спрошу? Но, как я уже говорил, в предыдущем докладе эксперимент показывает, что ротатор не излучает И возникает вопрос, а где здесь возникла ошибка? На самом деле ошибок целая куча, об них уже говорило много авторов Первая ошибка состоит в том, что уравнение Максвелла, из которых непосредственно следует, что ротатор не излучает А это у меня рассмотрено в книжке «Истоки заблуждения релятивизма» 2006 года Так вот, ротатор, согласно уравнению Максвелла, действительно не излучает А согласно неоднородным волновым уравнениям, излучает Эксперимент дает, что ротатор не излучает Следующий вопрос А как излучает линейный диполь? То есть система зарядов плюс-минус, у которых, скажем, заряд-минус совершает вот такие колебательные движения вблизи заряда плюс Если амплитуда этих колебательных движений равна радиусу окружности, по которому вращается заряд в ротаторе А частота равна частоте обращения И кроме того, если закон изменения координаты гармонические, то есть по закону синуса или косинуса То решение неоднородных волновых уравнений приводит к абсолютно той же мощности излучения, что и для ротатора То есть линейный диполь излучает столько же энергии, сколько ротатор Хотя диаграмма направленности этого излучения отличается Тем не менее, результат выглядит совершенно абсурдно В случае ротатора расстояние между зарядами не меняется Не меняется их энергия взаимодействия В случае линейного диполя энергия взаимодействия меняется Значит, где здесь трудности? А трудности возникают следующие Если мы рассмотрим дальнюю зону излучения То есть излучение на расстоянии многим большим длины волны То в этой зоне, как вы знаете, на большом расстоянии сферическую волну можно считать плоской Это будет плоская волна, в которой поля Е и H распространяются синфазно А что дает эксперимент? Еще в 90-е годы специалистами по синхронному детектированию радиосигналов Было экспериментально получено, что в плоской электромагнитной волне В дальней зоне излучателя поля Е и H разнесены напи пополам То есть получается, что электрическое поле в плоской электромагнитной волне Точнее, энергия электрического поля Последовательно превращается в энергию магнитного поля Энергия магнитного поля превращается в энергию электрического И так идет процесс распространения волны То есть получается примерно та же картина, как в обычном LC-контре Магнитная энергия переходит в электрическую и наоборот И это результат эксперимента Значит, вот при решении таких задач возникает сразу куча математических неточностей и логических противоречий Идем дальше Средняя зона диполя Что здесь? А здесь вообще результат ужасен Дело в том, что поток вектора поинтинга через сферическую поверхность в средней зоне диполя зависит от радиуса Вообще говоря, нарушается закон сохранения энергии Но это в предположении, что теория вектора поинтинга верна На самом деле теория поинтинга также не верна Что было показано в целом ряде работ И вот такой клубок противоречий получается Если мы идем в ближнюю зону диполя То там вроде бы все нормально Ну что? Пульсирующее Кулоновское и Биосаварово поле Которое распространяется мгновенно То есть скорость распространения сигнала в ближней зоне не учитывается То есть там вроде бы все нормально А в средней зоне и в дальней все плохо Математически все плохо Да, и математически Только математически Плохо не только математически, но и экспериментально Потому что то, что принято в современной физике, противоречит экспериментам Вот в чем дело Это я говорю с точки зрения современных физиков, Владимир Акимович Дальше идем Как все-таки решить задачу о диполе? Ну вот эту задачу я поставил в работе Истоки заблуждения и релятивизма И попытался исправить противоречия путем непосредственного интегрирования уравнений Максвелла Задача решалась приближенно методом последовательных приближений И вот эти противоречия были в общем устранены То есть была проведена шивка решений в ближней, средней и дальней зоне излучателя Но дело в том, что задача на самом деле является гораздо более сложной Потому что результат опыта, оказывается, очень сильно зависит от частоты Еще в то время, в советское время, когда я работал с людьми, которые занимались распространением длинных радиоволн Они говорили, что в ближней и средней зоне диполя результат эксперимента совершенно не соответствует теории И чем больше длина волны, тем больше это не соответствует В 2000 году мы с Анатолием Павловичем Смирновым опубликовали статью Разрешение парадоксов теории излучения Где предложили новую формулу для мощности дипольного излучения Она есть в материалах нашей конференции Эту формулу через некоторое время уточнил Чехар Усана Применив запись полных производных вместо частных Тем не менее, трудности остались Трудности связаны прежде всего с тем, что неоднородные волновые уравнения Неэквивалентны уравнения Максвелла Неоднородные волновые уравнения – это уравнения второго порядка Уравнения Максвелла – первого порядка Как получаются вторые из первых? Очень просто Путем интегрирования А можно ли интегрировать или дифференцировать левые и правые части дифференциальных равнений? В общем случае это приводит к неким эквивалентным уравнениям То есть решение таких уравнений не совпадает с решением оригинальных уравнений Это одна трудность Другая трудность возникает собственно с решением неоднородных волновых уравнений Что было показано группой анализ во главе с Кулигином В этой же статье мы рассмотрели и квантовое явление Рассмотрев явление квантования магнитного потока Вот оригинальный третий закон Ньютона в квантовой формулировке Анатолия Павловича Смирнова Он свидетельствует о том, что квантуется не энергия электромагнитного поля Ашню А при любом взаимодействии частиц квантуется магнитный поток Ну, эта ситуация у Владимира Макимовича Ацуковского рассматривалась в свое время как игра вихровых колец То есть при взаимодействии частиц происходит передача колец между частицами А излишек энергии может излучаться В 2002 году мы с Анатолием Павловичем опубликовали статью Проблема сверхсветовой коммуникации И там мы предположили, что для осуществления сверхсветовой передачи сигнала Можно использовать призму полного внутреннего отражения То есть направлять электромагнитный сигнал через призму на ее отражающую поверхность И смотреть, что будет за призмой Из каких соображений мы получили тот вывод, что за барьером сигнал распространяется со сверхсветовой скоростью? Из очень простых Из того, скажем, из того соображения, что ротатор не излучает И из классических представлений, которые ввел физику Фарадей О том, что вихревые трубки вблизи зарядов – это реальность Следовало, что вращающийся диполь, ротатор Вращается вместе со своими вихревыми трубками И это приводит к тому, что излучения не возникает Теперь, если мы используем эффект полного внутреннего отражения То мы во вторую среду не пропускаем обычную электромагнитную волну А пропускаем, по сути дела, только пульсирующее квазистатическое поле Которое на каких-то небольших расстояниях может распространяться со сверхсветовой скоростью И вот радиотехнические эксперименты показали, что такое возможно на низкой частоте То есть в оптике такое распространение невозможно Я пытался поймать отклонения от формул Френеля в оптике Ничего не получил Отклонения очень маленькие Это говорит о том, что волновое приближение в оптике работает очень хорошо То есть если в оптике, скажем, для расчета полей Используются волновые уравнения То они приводят к очень хорошему совпадению с экспериментом Что в радиотехнике не наблюдается То есть оказывается, дело здесь в чистоте Эффект использования поля за барьером при явлении полного внутреннего отражения Лет 15 назад стал широко использоваться в нанооптике Это эффект так называемого нарушенного полного внутреннего отражения Он проявляется, скажем, в том случае Если свет идет в одной призме И принимается с помощью какого-либо приемника излучения За поверхностью этой призмы Либо дальше используется здесь наноострие Либо ставится другая призма Вот это типичные примеры нарушенного полного внутреннего отражения Которые используются в нанооптике В нанооптике предполагается, что электрическая компонента поля Описывается обычным уравнением Лапласа То есть распространяется без задержки Ну ясно, что на таких нанометровых размерах В оптике, естественно, работает обычное кулоновое приближение Что касается магнитной составляющей поля То в оптике ее обычно не учитывают Лишь в задачах силовой оптики То есть взаимодействия мощного лазерного излучения с поверхностью Приходится учитывать магнитную составляющую Но, опять же, в этом случае Фазовое соотношение между электрической и магнитной компонентой Никакой роли не играет Результат, опять-таки, получается хорошим Скажем, для расчета предельных характеристик Дефракционных решеток, которые используются в лазерной технике В 2004 году Вот это рассмотрение Которое было в нанооптике Я Сделал это рассмотрение Уже при учете того, что квазистатическое поле на малых расстояниях Может распространяться со сверхсветовой скоростью Сделал вывод, что для того, чтобы наблюдать эффект Распространения электромагнитного сигнала За призмой со сверхсветовой скоростью Надо переходить от обычного оптического диапазона В дальний инфракрасный А лучше еще В СВЧ диапазон Об этих соображениях я доложил На конференции Оптического конгресса 2004 года Секция нанооптики И как это ни странно Этот доклад вызвал интерес у академических ученых В частности, докладом заинтересовался Алексей Михайлович Бонч-Бурьевич Основатель силовой оптики Михаил Наумович Лебенсон Который в то время стал активно заниматься нанооптикой Единственное, что мне сказал Лебенсон Говорит, да, конечно, хорошо бы проверить этот эффект В СВЧ диапазоне Но вы должны понимать, что все равно этот результат В наших оптических журналах вам не дадут опубликовать То есть Александров такие работы не пропустит Александров это нынешний председатель комиссии по лженауке А потом я долго обсуждал постановку опыта С известным специалистом по лазерной технике Дмитрием Ивановичем Стасейко И мы решили поставить именно такой опыт Посмотреть скорость распространения сигнала За призмой полного внутреннего отражения В СВЧ диапазоне Благо в то время появились компактные Достаточно дешевые источники Такого излучения Так сказать, длиной волны порядка сантиметра Но, к сожалению, сделать нам это не удалось Ввиду очень плохого состояния оптического института Но оказалось, что этого и делать не надо было Потому что немецкие физики Нимц и Штальхофен Занимались этим уже несколько лет Значит, что делали Нимц и Штальхофен Вот посмотрим Их приборы Это две большие прозрачные призмы На одну призму падает СВЧ излучение от туннельного диода Дальше это излучение Испытывает полное внутреннее отражение Проходит на вторую призму Вот оптическая схема установки Сигнал принимается с помощью оптического приемника и кабеля Подключенных к двулучевому сверхбыстрому осциллографу И оказалось, что сигнал Приходящий от первой призмы По времени совпадает с сигналом Приходящим от второй призмы Вне зависимости от расстояния между призмами То есть получается, что якобы свет Проходит расстояние между призмами А это расстояние изменялось от величины порядка сантиметра До целого метра То есть вот это расстояние порядка метра Свет проходит без задержки Результаты опытов Нимца и Штальхофена Были подтверждены целым рядом других оптиков Как отреагировало на это сообщение Нимца и Штальхофена Мировое физическое сообщество Сказало, что они заблуждаются Теория относительности принципиально нарушаться не может И поэтому все, что делают эти оптики Связано только с тем, что они регистрируют Не групповую скорость сигнала А фазовую То есть все равно передача информации Якобы со сверхсветовой скоростью невозможно В то время как немецкие физики и их коллеги Утверждали, что в этом опыте Регистрируется именно сверхсветовое Именно сверхсветовое распространение Электромагнитного сигнала Итак, как можно объяснить этот опыт С классической электромагнитной теорией Давайте посмотрим Вот этот луч испытывает полное внутреннее отражение Вот от этой поверхности призмы Отраженный луч идет сюда Преломленный скользит вдоль поверхности раздела сред А средой является обычный воздух А что возникает здесь В промежутке между двумя призмами? А возникает что? Пульсирующее квазистатическое поле И как показывают радиотехнические эксперименты Оно может распространяться на большие расстояния Только в том случае Если мала частота сигнала Ну а теперь, чтобы понять Почему этот эффект работает только в СВЧ-диапазоне А не работает в оптике Надо принять во внимание Эффект релаксации вязкости эфира Как и у любой среды Эфир должен обладать релаксацией вязкости То есть на малых частотах Эффект релаксации вязкости практически не работает И вязкость имеет, так сказать, стационарное значение На высоких частотах Вязкость многократно повышена К чему это приводит? С классической точки зрения Это приводит к тому, что вихревые трубки Пульсирующих зарядов Вот здесь пульсируют заряды вот так Распространяется практически мгновенно Доходит до поверхности второй призмы И вызывает там обычный электромагнитный сигнал Который распространяется вдоль Как и падающий пучок То есть никакой задержки сигнала Между призмами нет Потому что здесь работает Квазистатическое поле Ну и чтобы еще лучше понять этот эффект Надо обратиться к теории вихревой губки Которую развивали братья Бернулин Затем целый ряд физиков 19 века А уже в середине 20 века Эту теорию развил Келли Значит он предположил Что эфирная губка представляет собой Совокупность Ну точнее матрицу Вот таких вихревых трубок Которые ориентированы беспорядочно И электромагнитный сигнал В виде поперечных волн Распространяется по этой губке Как по паутине То есть по каждой вихревой нити Происходит распространение поперечной волны Но поскольку Эфир в трубке вращается То здесь надо рассмотреть Не теорию распространения волны В шнуре А теорию распространения волны Во вращающейся трубке А к чему приводит изгиб трубки? К тому чтобы для выполнения Закона сохранения момента импульса Изгибы трубок должны сопровождаться Ее поворотами И в целом такая картинка приводит к следующему В каждой такой трубке Распространяется поперечная волна Изгибов и поворотов Если изгибы соответствуют Колебаниям электрического поля То повороты магнитного И получается Картинка Объясняющая то Что измерили специалисты По радиотехнике В 90-х годах А именно то что Энергия электрического поля Переходит в энергию магнитного И наоборот То есть между векторами Е и H Существует сдвиг по фазе Пи пополам К этому приходит простая Математическая модель Келли Следует отличать Распространение в пространстве Квазистатического поля И поперечной волны В структуре вихревой губки Это разные процессы И то расстояние На которое передается Квазистатическое поле Зависит от эффекта Релаксации вязкости Среды То есть если Частота воздействия Очень большая Вихревая трубка Идущая от заряда Практически рвется На малом расстоянии И дальше распространяется Обычная поперечная волна В радиотехнике На низких частотах На большом расстоянии Вязкость проявляется Гораздо меньше То есть На низких частотах На низких частотах Трубка Движется Вместе с зарядом На достаточно больших расстояниях Потому что Вязкость Мала На высоких частотах Происходит обрыв трубки И уже на малых расстояниях От движущегося С ускорением заряда Распространяется Обычная поперечная Юрий Александрович Большая просьба Электромагнитная волна Теперь Какое объяснение Предлагают Нимц и Штальхофен Они Предлагают Рассматривать эффект С точки зрения Туннелирования Фотонов Ну что такое Фотон Мы уже рассматривали Санаторий Павловичем Смирновым И показали Что на самом деле Никаких фотонов Ашню Квантов Ашню Не существует Плантуется Не энергия Ашню А Магнитный поток Поэтому Следует Рассматривать Не какие-то частицы Подобные Образования В виде фотонов То о чем Эйнштейн Размышлял Более 50 лет И в конце жизни Признался Что 50 лет Размышлял Над тем Что такое фотон И до сих пор Не продвинулся В этом вопросе Не на шаг На самом деле Видите Все происходит Не так Распространяются Поперечные волны В структуре Вихревой губки И одновременно На какое-то Небольшое Расстояние Распространяются Колебания Вихревых трубок Непосредственно Связанных С зарядами То есть Квазистатическое Поле Поскольку Мы здесь Имеем дело Якобы С тонулированием На целый метр То естественно Что квантовое Объяснение Здесь не проходит А проходит Обычное Классическое Объяснение Связанное тем Что квазистатическое Поле На малых расстояниях Действительно Распространяется Практически Мгновенно Измерить Эту скорость Не представляется Возможным Во всяком случае В экспериментах Нимца И Штальхофена Задержка сигнала При увеличении Расстояния Между призмами До целого метра Не измерялась То есть Сигнал Распространяется Практически Мгновенно Ну а Все ссылки Академической Науки На то Что эти опыты Противоречат Теории Относительности Надо просто Отмести Поскольку Сама Теория Относительности Построена На лживых Постулатах И Опровержена Огромным Числом Экспериментов Поэтому Видите Вот Вывод о том Что за Барьером При эффекте Полного Внутреннего Отражения Квазистатическое Поле Распространяется Со сверхсветовой Скорости Действительно Был подтвержден Спасибо за внимание Спасибо Ну Может быть Первый мой Комментарий Есть такая Точка зрения Что Вот Статическое Поле Оно Вморожено В эфир Оно Вот Движущееся Поле Скажем Лоренцева Сила Она Порождается Движущимися Это моя Точка зрения Она в книге В моей есть Я на ней Не настаиваю Но Декларирую Что Такая Точка зрения Есть Раз уж Я Об этом Завелся Так Скажу Что еще Есть точка зрения Я надеюсь Ее и доложить Сегодня Что Гравитационное Поле Распространяется Не с конечной Скоростью А с конечным Ускорением И довольно Высоким Так Участка Она Совпадает С направлением Луча А так как Выход Из более Плотной Среды В менее Плотной Вот этот Промежуток Должен Быть Более Прижат Ну Конечно Это Утрированный Рисунок Разумеется Ну Естественно Рисунок Утрированный Вот видите Он Входит Сюда А так как Угол падения Равен углу Атрофения Вот этот Отрезочек Должен Быть Фактически Проведен Вот таким Вот образом Дело В том Что Я Привожу Чертеж Который Был сам Немцем Иштальхофеном Сделан Но не более Того Надо было У них Спросить На самом Деле Конечно Видите Сигнал Распространяется Вот как Шел Оттуда Так он Дальше Распространяется Ну С изломом Да Это Надо Оговаривать Что это Не ваш Да Это проблема И я Вот ее Тоже Испытал Что Когда Ссылаешься На кого Ты Ты Начинаешь За него Нести Ответственность Да Да Пожалуйста Насколько Я понимаю Полное Внутреннее Отражение То Вообще Не Должна Заходить За Пределы Прив Нет Оно Выховывает Нет Согласно Классической Электромагнитной Теории Во вторую Среду Электромагнитный Сигнал Проникает Порядка Длины Волны Но Здесь Видите Да Здесь Видите Длина Волны В этом Эксперименте Была Меньше Трех Сантиметров А между Призмами Расстояние Метр Конечно Сигнал Был Слабым Сигнал Да Это У немцев Да Это у немцев Да Эти колебания магнитного резонанса передаются во вторую призму, и не нужно никаких теорий в отношении того, что происходит в промежутке между призмами. Но почему? Электромагнитное. Поле электромагнитное, а получается магнитный резонанс. Магнитный резонанс обладает дальнодействием, поэтому у вас метры получаются. А вот магнитный резонанс происходит соотношение магнитной проницаемости и электрической. Магнитная проницаемость для свободного пространства равна 149 тысячи электрической проницаемости. Поэтому и существует резонанс во второй призме, и поэтому и получается у вас благодаренная передача информации только за счет магнитного резонанса. Немножко я не помню. Да, мне тоже не очень понятно это. Не очень понятно. А вы, пожалуйста, вот начало ваших опытов всегда сопровождалось уже с готовой щелью? Или они в начале работы как-то все-таки были близки друг к другу? Нет, сначала они начинали с малого расстояния, затем по мере того, как у них нарастала мощность источника излучения, они отодвигали все дальше и дальше. Не может ли возникать такой эффект, как квантовая запутанность у них вот этими поверхностями? О квантовой запутанности я говорил в предыдущем докладе. Того, что не существует, не может возникать. Да. Она не существует. Мы с Анатолием Павловичем рассмотрели все эффекты так называемой квантовой оптики, объясняются они все полуклассические. Я говорю о запутанности, а не о классическом подходе. Я об этом и говорю, что поскольку волновые функции обрываются на конечном расстоянии, если вы разнесете фотон на большое расстояние и будете измерять там поляризацию, то что утверждается? Что вот от состояния эксперимента здесь якобы информация о поляризации передается мгновенно. Ничего подобного. Вот эта поляризация была уже здесь заложена. Понимаете? Это полная глупость. Это запутанность... Хорошо, хорошо. Еще, телепортация квантового состояния, это полная глупость. Спасибо, не надо убеждать. Вы сказали. Мне кажется, что это запутанность в мозгах, а не... Да, точно так, это запутанность в мозгах. Вы будете в мозгах? Да. Пожалуйста, еще. Работают, получают деньги. Да, получают гранты, получают деньги. Занимается ирундой. Так, уточнить сейчас. Для того, чтобы проверить, правильность магнитного резонанса или нет, надо вторую призму заменить. Из другого материала ее сделать. Зачем? Или еще что-то такое? Ну, не знаю. В таких опытах я не слышал. Когда у него будут финансы германской февроративной республики, он обязательно это сделает, я думаю. Но им обрезали финансирование. Можно? Пожалуйста, вопрос. Значит, вы отрицаете факт нарушения неравенства Белла, насколько я понимаю, да? Еще раз. Вот все эти рассмотрения не имеют смысла по той причине, что все волновые функции конечны. Понимаете? Они не простираются до бесконечности. Это показывают эксперименты Барута и сотрудников. Я говорю в первом докладе. Вот эксперименты Аспека подтверждают нарушение неравенства Белла. Вы отрицаете? Да, я полностью отрицаю все эти... Как само неравенство Белла, да? Так, все. Я долго над этим думал и лет 15 назад пришел к тому, что там вообще ничего не работает. Все это фикция.